Здравствуйте! В эфире программа «Коннект» и я и ведущая Арина Каверина. Сегодня у нас в гостях командир авиационной эскадрильи Деев Юрий Викторович. Юрий Викторович, добрый день! Здравствуйте! Очень рада вас приветствовать. У меня первый вопрос. Юрий Викторович, вы с детства мечтали стать пилотом? Да, у меня классическая история. Я с детства мечтал, рассчитывал быть летчиком, потому что семья военных, жили недалеко от аэродромов. И я всегда, смотря на пролетающих самолет, представлял себя за штурвалом этой прекрасной крылатой машины. А возможно, ваш папа, ваш дедушка тоже были пилотами? Нет, нет. Они военнослужащие советской и российской армии, но с авиацией не связаны. Расскажите, пожалуйста, о своем первом полете. Я думаю, что он был запоминающимся. Первый полет в качестве пилота или первый полет в качестве пассажира? В качестве пилота уже. В качестве пилота? Да, самостоятельный вылет у меня был в Краснокутском летном училище, самолет Як-18Т. Прекрасно помню своих товарищей, кто у меня был вторым пилотом. Прекрасно помню своего инструктора. Очень приятные воспоминания, хотя, в общем-то, были определенные сложности, потому что мальчики осваивают серьезную технику, самолет, поэтому сложностей было достаточно много. Вы летаете уже 33 года, верно? Да, 30 лет и 3 года. И сколько часов уже вы налетали? Немного, 14 тысяч. Это достаточно большая цифра? Ну, есть пилоты, которые значительно больше меня провели в воздухе. Все впереди еще, значит. Ну, будем надеяться. Конечно. Какой у вас был самый запоминающийся полет? Возможно, были какие-то явления, какие-то события, он был к чему-то приурочен. Ну, допустим, Африка запомнилась тем, что расстояние от Ростова до Москвы и ни одного города, ни одного поселка, ни одной дороги, то есть пустыня Сахара. Европа, полеты в Европе запомнились тем, что взлетел, пролетел полтора часа и под крылом сменилось там пять стран, допустим. Полеты по России, вот чем они и замечательны. Мы, наверное, немногие из людей, кто могут оценить просторы нашей замечательной страны. Немного найдется на земле стран, допустим, с юга на север четыре часа самолетов, из Сочи до Мурманск, из Москвы до наших восточных рубежей, это девять, а до некоторых аэропортов и одиннадцать часов. То есть девять часов, десять часов полета под крылом одна и та же страна. То есть иностранные пилоты, они, пролетев вот это расстояние и понимая, да, вот эти невообразимые размеры нашей прекрасной России, они впечатлены этим вопросом. Он говорит, в Европе мы бы уже там десяток стран пролетели, а тут одна и та же страна, и один час, и второй, и пятый, и десятый, и все, все это Россия. Поэтому наши предки, надо отдать им должное, большое им спасибо. Ну, я думаю, мы должны как-то соответствовать, потому что страна большая, страна огромная, и только пролетев над ней на самолете, понимаешь ее грандиозные размеры. Скажите, пожалуйста, самый продолжительный полет у вас, он сколько часов составлял? Все зависит от дальности того самолета, на котором летаешь в данный момент. Ту-154, это примерно пять часов, Боинг примерно, ну, те же пять часов. Это примерно расстояние у нас до Иркутска? Да. От Москвы до Иркутска, да? А что вам больше всего нравится в вашей работе? Ну, наверное, то, что работа подразумевает взаимодействие с передовой техникой своего времени. Самолет – это воплощение мечты человека, самые передовые инженерные решения, все в нем присутствует. Начинал летать на Як-18, Ан-2, был Ту-154, был Боинг различной модификации, сейчас Супер-Жет-100. Очень доволен тем, что сейчас я летаю опять на советской, ну, российской технике. Техника замечательная, у нас в авиакомпании весь парк – это новые самолеты, то есть немного найдется компаний в стране, да и в мире, пожалуй, у которых весь парк – это самолеты с завода, которым меньше года. Самолеты современные, уровень даже выше, чем европейский, ну, с Боингом, наверное, не стоит сравнивать, то есть значительно выше Боинга, но и получше, чем Аэрбас. У нас много пилотов, до этого летавших на Аэрбасе, с удовольствием сейчас летают на Супер-Жете и говорят, что самолет на голову выше. Скажите, пожалуйста, если бы вы не стали пилотом, то кем бы, как вы думаете, стали бы? Я бы, наверное, стал диспетчером. В принципе, все равно связано с воздухом. Почему? Потому что работа очень интересная, очень ответственная, ну и, к сожалению, она не на виду, то есть труд пилота все-таки он на виду. Мы видим пролетающий самолет, представляем, что, наверное, кто-то там им управляет, но забываем о том, что кроме того, что в кабине находится пилот, на земле находится диспетчер, который контролирует, помогает выполнять полет каждого рейса, который мы видим в небе. Хорошо. А вот многие люди до сих пор боятся летать. Вот что мы можем посоветовать таким людям, чтобы они не боялись? Может быть, какие-то два-три совета? Больше интересоваться авиацией, заглянуть в статистику. Статистика подсказывает, что авиация является самым безопасным видом транспорта. То есть вероятность попасть под автомобиль или в дорожно-транспортное происшествие во много раз выше, чем попасть в какую-то неприятность в небе. Чаще летать, потому что только в полете понимаешь, какая замечательная машина самолет, как захватывает дух, когда выходишь из облачности, и тут простор, солнце, а самолет продолжает интенсивно набирать высоту. Ну, болтанка, ну да, болтанка, везде встречаются неровные дороги. Дороги в России тоже не отличаются в некоторых местах ровностью. Поэтому, ну, представлять, что просто едем по неровной дороге. Я же правильно понимаю, что турбулентность – это просто смешивание потоков воздуха и разной плотности, да? Да, не только разной плотности, разной температуры и разной скорости. И поэтому это просто такое природное явление, не стоит его бояться и опасаться, верно? Да, да, потому что, ну вот сейчас на улице ветер, так, это и есть турбулентность. Представим, стрекозу летящую в этом ветре, конечно, ее раскачивает, болтает. Да, абсолютно согласен с вами, я готов небольшой блиц. Буквально два-три слова можно отвечать на такой вопрос. И первый вопрос, правда, что у пилотов есть ограничения по росту и комплекции? Да, они есть, но эти ограничения снимаются возможностью регулировки кресла и педалей. А вот что касаемо усов бороды, разрешено или нет это в авиации? Нет. Стараемся убедить пилотов, кто носит усы и бороду, обойтись без них. Почему? Опять же, вернемся к аварийным ситуациям. Если вдруг разгерметизация, то экипаж использует маски. Если пилот имеет окладистые усы, большую бороду, то маска будет не герметично прилегать к лицу. Соответственно, велика вероятность, что он не сможет дышать полноценно кислородом и потеряет сознание. А правда ли, что стюардесса может посадить самолет при какой-то экстрементной ситуации? Ну, если посмотреть фильмы, то да, правда. В фильмах я это видел и замечательно, у стюардессы все это получается. Так, но... Маловероятно. Оценивая, да, возможность, я думаю, что это все-таки маловероятно, потому что самолет достаточно сложно управляем. И просто так им управлять не удастся. Все-таки нужно долго и упорно учиться. Я боюсь, что даже пилот, управляющий другим самолетом, посадить какой-либо отличающийся от того, который он знает, это будет очень проблематично. На секундочку, в самолете даже нет замка зажигания. То есть, чтобы его запустить, да, замок зажигания в голове. То есть, нужно определенный порядок действий, и они очень жестко ограничены и лимитированы. Поэтому просто так, повернув ключик и полетев, нет. Или нажав на кнопочку и произведя посадку, нет, к сожалению, не удастся. А вы встречали в своей персональной деятельности женщин-пилотов? Да, встречал. Достаточно много. Сейчас это все более распространенное явление. Но, честно говоря, я считаю, что все-таки это скорее мужская профессия. Никогда не задумывались, почему рубашка белая? Нет, никак не так. Нет? Все очень просто. Белая рубашка, она скрывает следы соли, которая выступает на спине после некоторых видов заходов. То есть, в сложных метеоусловиях человек испытывает серьезное волнение. Поэтому, именно потому рубашка и белая. То есть, на ней не видны разводы соли, которые появляются на спинах пилотов. Я поэтому считаю, что все-таки это не совсем женское... Женская это делает. Все-таки, наверное, женщина это скорее жена, скорее мама. Хранится очага, а деньги пускай уже зарабатывают мужчины. Абсолютно с вами согласна. У меня еще один вопрос. Такие приметы существуют у пилотов и есть ли они вообще? Да, пилоты. Некоторые очень суеверны. Есть такие приметы. Мы не говорим последние, у нас крайние. Мы не бреемся перед вылетом. То есть, это нужно делать накануне. Не зашиваем пуговицы. Пуговицы. Удивительно. Да. То есть, сложно понять, откуда это все пошло. Наверное, с тех времен, когда еще были форманы и неупоры. Но, тем не менее, эти приметы существуют. И они достаточно живучи. И скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то профессиональный девиз? Либо, возможно, ваш девиз по жизни, который вам помогает каждый день? Ну, честно говоря, не задумывался. Ну, наверное, у меня много товарищей служили в ВДВ. И вот их девиз, их рода войск мне очень близок. То есть, никто, кроме нас. Так что, я думаю, что вот именно этого девиза нужно придерживаться. Потому что в кабине всего два пилота. Раньше были самолеты с большим числом членов экипажа. То есть, был штурман, был бортинженер, был бортрадист. Сейчас всего двое. Командир и второй пилот. И никто, кроме них. Так что, наверное, это можно назвать девизом. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за интервью. Было очень приятно пообщаться. И хочется поздравить вас с наступающим праздником. Международным днём гражданская обиация. Смотреть небольшой подарок. Чекать наши партнеры в такой небольшой сладкий и полезный подарок. Держите это для вас. Спасибо. Там очень вкусные сухофрукты, цукаты, орешки. Да, все для вашего здоровья. Спасибо большое. Это была программа Connect. Я ведущая Арина Каверина. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин